всем привет сегодня я хочу рассказать вам о проектировании деревянной бани из сосны у этой бани очень необычная судьба с вами петров павел архитектор компании покров лет семь назад мы строили дом по проекту таха заказчик не потянул его стройку стройку сразу и строительство просилась ну дом превратился в долгострой ну вот недавно я как-то читал даже в интернете что у нашего заказчика у олега двинулся какой-то проект в интернет сфере и он в общем он он решил продать этот дом для того чтобы уехать куда-то другое место и вообще мы очень благодарны олегу за то что он передал нас вместе с его домом вообще это уже очень хорошая традиция когда нас передают для того чтобы занимались дальше реконструкцией ландшафтом дизайном на участке строительством бани заборов фейлингов это уже третий объект который вот таким образом нас рекомендуют это очень приятно и новый заказчик задался целью постройки бани баня это очень такая важная важная постройка на участке это здоровье это отдых это досуг семьи это отключение от всевозможных неприятностей проблем там на работе в городе то есть это очень такое важное место релакса такой малый эрмитаж место уединения этот проект конкретно у нас заработан не от не отвлечён от всего участка он во-первых у нас включает ансамбль из дома с постом бимный второй частью второго этажа эллингом постом бимном который будет перед домом для садовой техники и автомобиля и что очень важно это сад газон дорожки цветы это все образует такую вот уединенную зону отдельную от зоны дома то есть люди которые будут находиться вот здесь вот здесь у нас терраса здесь у нас будет барбекю перед этой зоной у нас детская площадка которая немножко огорожена кустиками с цветами и перед перед вот эти раз и справа у нас уже дом и лужайка перед ним то есть это такая уютная комнатка за баней у нас находится купели абсолютно такая интимная уютная зона купели с холодной и горячей водой это тоже необходимо вообще контрастный душ в бане вот такая вот перемен перемена температур холодного и горячего это один из терапевтических эффектов кроме всяких разных хвойных масел паров эфиров вот нужно еще вот нужно еще вот такое воздействие между столбами у нас здесь красивая ферма ну палуба бревна достаточно массивные здоровые как мы любим все очень таком фундаментальном стиле эту баню мы решили сделать из сосны почему дом у нас тоже сделан из сосны правда сосна была привезена из петрозаводска из петрозаводске вообще в карелии это особый вид сосны очень очень интересный сосны очень хорошая она почти не растрескивается особенно если ее смыть если кору снимаешь водометом то она реально практически не растрескивается это удивительно потом когда мы будем монтировать баню мы снимем сюжет о том что вот в реально стены вот без единой трещины вот почти как на клееном брусе да в принципе даже и лучше и но единственный момент во первых она там потоньше все-таки там диаметр 30 32 34 максимум 38 но толстый диаметр так найти сложновато кроме всего прочего розочки тайнут к прикомлевые такие розочки по спецзаказу там не сложновато достаются и вот эту конкретную баню мы тоже стали делать сосны но сосну взяли из пред горе в саян это тоже очень хорошее дерево она очень смолистая долговечная прочная тяжелая сделали точно также как в канадскую чашку как мы любим с завешиванием это очень хорошая зарекомендовавшая себя технология в русскую чашку обычную мы не делаем уже давно просто потому что увидели насколько лучше можно делать используя вот такие глубокие канадские затесы словом вот взяли сосну во-первых она чуть-чуть подешевле все-таки чуть-чуть подешевле кедра и подешевле лиственницы и во-вторых то что ну все должно быть в едином стиле и дом и баня поэтому взяли сосну мы находимся на террасе она у нас из лиственной палубы это небольшое окошко она немножко выпилится ниже и немножко выпилится выше за этим окношком окошком небольшая кухня здесь будет кухонная поверхность кран . с водой слева у нас большое окно справа все что нужно чтобы было в бане вход тоже бревно не выпилена полностью почему потому что при перевозке она просто может сломаться поэтому она надпиливается уже в точный размер и на месте уже выпиливается полностью после сборки мы внутри нашей бани сзади меня небольшая кухонная кухонная поверхность с точкой доступа воды большое окно в нашей пост-небимной техники которая должна идеологически перекликаться с пост-небимом в доме две колонны по бокам 1 1 столб по центру высокие потолки до четырех метров высотой в коньке то есть здесь у нас отличная большая гостиная мы находимся в зоне душевой здесь у нас выход с небольшим коридорчиком выход купили вот стык этих бревен у нас делается специально под дверью я в том что эта часть потом выпилится и стык будет убран здесь у нас санузел и душевая небольшая перегородка будет сделана из кирпича вообще внутренние перегородки из дерева в банях мы не делаем во первых они гораздо быстрее рассыхаются во вторых все что вокруг вокруг печки оседает гораздо быстрее уличные стены сохнут значительно дольше чем внутренние поэтому со всеми решениями усадок мы это все делаем просто из кирпича здесь у нас здесь у нас парилка парилка у нас с большущим окном перегородка кирпичная которая отделяет выход и парилку и полки справа и слева от окна то есть находясь в парилке можно будет видеть все что находится за стенами бани это очень интересное решение которое в общем то ну будет радовать всех кто находится кто находится в парилке не будет так скучно и так большое окно за окном у нас две купели большая компания приезжает в гости часть уже попарилась и принимают контрастный душ в купелях кто-то париться в бане наблюдает через окно за тем что происходит на улице кто-то сидит отдыхает в гостиной в шикарной гостиной с четырехметровыми потолками с большой люстрой с огромными толстыми бревнами в диаметром 60 сантиметров комли там кстати где-то около 70 кто-то готовит шашлыки в барбекю их дети в этот момент играют на детской площадке кто-то пошел в дом и общается разговаривает о чем-то все продумано таким образом чтобы этот день очень запомнился чтобы отдохнуть и полностью отключиться от своих каких-то проблем я думаю что всегда стоит доверять стройку таких объектов профессионалам которые вот полностью знают зачем для чего вы все это делаете фундамент под эту баню мы уже сделали мы сделали утепленную шведскую плиту на наш взгляд это наиболее хороший хороший способ наиболее логичное решение дело в том что фундамент по своей массе он примерно шведская плита она он будет больше массы всего срубы всего дома наверное раза в полтора-два и в одном из видео про баню три медведя из лиственницы которая настояла на камнях мы рассказывали о том что баня в течение полутора недель стояла без отопления при морозе минус 30 и внутри в этой бане не замерзала вода то есть там уверенный плюс был при том что она стоит на камнях то есть на полностью как бы окружена морозом а здесь у нас фундамент плита утепленная пенополистиролом 10 сантиметров и фундамент накапливать себе это тепло то есть вот эту баню совершенно спокойно можно будет оставлять безо всякого отопления на очень долгий период принципе на всю зиму и здесь ничего не замерзнуть конечно есть свои особенности то есть в шведскую плиту нужно сделать правильно дело в том что бетон промерзает очень сильно он промерзает гораздо гораздо сильнее чем мокрый песок и даже чем плотная глина то есть никакие части бетона не должны соприкасаться с морозным воздухом все должно как бы быть очень герметично комплектация этой этого объекта на сегодняшний день мы делаем фундамент сруб и кровлю ну я думаю что мы возьмемся и за отделку и за все остальные работы нам очень важно чтобы эта баня была сделана как положено до конца ну здесь вы можете видеть как раз вот наши пост нбивные столбы правую его часть здесь нужно будет еще сделать узел по усадке потому что столбы у нас не осаживаются а стеновой комплект вот раз два три четыре пять шесть семь венцов то эту усадку то есть здесь будет примерно около десяти сантиметров усаживающегося усаживающийся узел одним из самых важных элементов в бане является печь мы стараемся всегда делать ее из кирпича по моему даже ни одной железной печи у нас в бане за все время так и не было они конечно подороже чем металлические изделия но у них есть определенные вот преимущество железная печь выделяет очень много инфракрасного излучения накаленный металл его источает и это влияет очень на сухость кожи то есть он наоборот вместо того чтобы насыщать поверхность кожи влагой он сушит но правда есть такие моменты что например большие окна они инфракрасным излучением наоборот просушиваются от конденсатор если что-то там запотевает то металлические нагретые каллические элементы они их наоборот подсушивают стек стеклянные двери в таких парилках могут очень сильно накаляться чего не происходит с печами которые сделаны из кирпича где очень влажный воздух и очень большая температура заряда есть конечно свои особенности это то что топить такую печь нужно ну часов шесть но баня вообще дело не быстро требует вдумчивости и вообще это процесс это ну там целый банный день со всеми процедурами то есть в общем то торопиться тут неуместно поэтому в общем то у нас никто не торопится так получилось что наша баня три медведя пошла в серию и это неудивительно дело в том что это обычная классическая русская баня обычный пяти стенок просто размера здесь побольше так у нас появился санузел душевая ширина этой бани шесть с половиной длина семь с половиной метров терраса зоной барбекю 4 метра на 5 метров выпуске крыши выходят на два метра вперед и назад и в сторону барбекю тоже там выпуски большие фактически это маленький маленький гостевой дом или даже просто дачный дом если чуть-чуть его расширить скажем вместо террасы сделать какую-то какую-то комнату появится небольшой спальный такой чердак на 2 спали спальный лофт на втором этаже и получится практически небольшая московская малогабаритная квартира большое спасибо всем за просмотр в будущем выпусках в будущих выпусках про эту баню мы покажем ее разборку перевозку покажем красивую ферму над зоной барбекю покажем наш комплекс в комплексе с домом еще раз покажем наш наш фундамент утепленную шведскую плиту как мы ее делаем у нее есть свои особенности по сравнению с обычным с обычным фундаментом это связано с разводкой коммуникации в деревянных домах смотрите наше видео задавайте вопросы и всем кто задаст какие-то вопросы какие-то комментарии мы можем снять отдельный выпуск с очень очень полным ответом на в принципе любые его ответы даже вопросы даже каверзные и и Субтитры создавал DimaTorzok